Сегодня мы находимся возле городского суда города Алматы. Сегодня собрались, собрались мы сегодня по поводу того, что судьи выносят неправовые решения, которым заявляют многие наши инвалиды. Сегодня собрались, Сара Ахметовна с правозащитной организацией, Казахстанской, Шаден Шерембекович. Что вы скажете? Люди собрались. Я хочу сказать, что наше общественное объединение в городе Алматы тоже было немало судебных процессов. Лично я защищал в судах пятерых инвалидов, как юрист по доверенности. Эти процессы были по незаконному увольнению, по незаконному выселению инвалидов, занимаемого жилья и так далее. И все суды мы проиграли, и при том необоснованно. Мы предоставили все доказательства, что мы правы, но несмотря на это, суды всех инстанций, вплоть до Верховного суда, здесь в Алмате и Горсуд, хотя мы приходили тогдашнему председателю Горсуда, объяснили ситуацию, он говорит, я вас прекрасно понял, я постараюсь это объяснить коллеге, пусть, а если они поймут, то, наверное, вы правы и так далее. Ну, я хочу сегодня сказать следующее. Если мы тогда только предполагали, а на сегодня мы имеем факт. Вот 8 апреля 2021 года у нас состоялся пленум в доме отдыха «Скутник» в Республиканске. Там председатель Центрального управления Новорозбаев прямо перед членами правления сказал, мы, говорит, затратили на судебные расходы 100 миллионов тенге. Это, знаете, при том, что наше объединение, как инвалидная организация, освобождена от уплаты госпошлины. У нас есть свои штатные юристы, которые получают заработную плату и так далее. Поэтому, да, есть и адвокаты с лицензиями наших инвалидов. Сара Ахмедовна, что вы по этому поводу скажете? Ну, я представляю Всеказахстанский правозащитный центр. И к нам очень часто обращаются члены общественного объединения Казахского общества слепых на большие беззакония, которые творятся в этой организации. Это при том, что ежегодно возникает множество исковых заявлений в разных городах. Вот я знаю, что это было в Павлодаре, в Алмате, в Астане, в Западном Казахстане и так далее. Но все решения почему-то выносятся не в пользу простых членов КОС, хотя там доказательная база прекрасная. И ясно, что правда на стороне истцов. Но, как вот сказал мой коллега, очевидно, все это объясняется именно этим. И сейчас заканчиваются полномочия председателя Центрального управления Казахского общества слепых. И, возможно, поэтому обстановка еще ужесточается. Очень много сейчас незаконных увольнений. Мы работаем по этому поводу. Эта организация очень богатая. У нее миллионные, миллиардные доходы, обороты миллиардные. Но это рядовые члены КОС не видят. Это все проходит мимо них. Они блачат жалкое существование. У них нет работы, у них нет жилья, у них нет никаких возможностей для улучшения условий своей жизни и труда. И они пытаются, вот это как раз мы видим, да, как люди хотят улучшить свою жизнь. И они обращаются уже к общественности. Есть ли такая возможность улучшить эту жизнь? И мы, конечно, выступаем на стороне униженных и угнетенных, на стороне рядовых членов КОС, на стороне инвалидов по зрению. Но это нельзя решить вот в таком частном порядке. Нужна государственная помощь, нужна государственная поддержка. В том числе и судебная защита, которая законом декларируется, что каждый гражданин имеет право на судебную защиту. Но на сегодняшний день получается, что нет у нас этой защиты. Вот, вас зовут Гульшахар, да, вы сегодня пришли. Гульшахар. Да, написано у вас. Мы инвалиды, наши возможности ограничены, не ограничивайте наши права. Да, да. Вот. Что вы можете сказать по вашему мнению? Инвалид первой группы по зрению, хочу сказать, я уже неоднократно подаю суд на Урусбаева Алмат Сабиджановича, так как он незаконно занимает должность председателя. За ним, во-первых, имеется очень большой долг, больше 138 миллионов тенге. Юстиция почему-то его с такими долгами незаконно зарегистрировали. Во-первых, он, когда занимал должность председателя, он не имел диплома высшего образования. Почему-то опять-таки юстиция закрыла на все это глаза. Почему-то все неправомерные решения суды выносят. Сколько мы подавали. Адвокаты правильно описывали всю эту ситуацию. И при том суды опять-таки же на все это закрыли глаза. Я считаю, что суд корруппированный. Во-первых, законы выносят неправильные решения. Считается, что я, например, как инвалид первой группы, считаю, что было это в коррупции. Все, спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Я бы хотел обратиться к генеральному прокурору и министру юстиции. Дело в том, что с 9 февраля этого года полномочия всех органов казахского общества слепых закончены. Вовремя съезд не проведен. Сегодня с 9 февраля ООО «КОС» работает не имея полномочий. И на это никто не обращает внимания. Я прошу генерального прокурора проверить эту ситуацию, почему в нашем государстве без регистрации продолжают работать незаконно целое общественное объединение республиканского масштаба. Громче. Громче. Громче.